В этом выпуске у меня печалька. На меня подали в суд. Правда, это было еще в прошлом году. Подал на меня самый великий изобретатель, гений всех времен и народов. Уже более пяти лет его фамилия, на устах миллионов почитателей неподражаемого таланта. Изобретения, патенты, массовое производство вечных источников энергии. А тут некий прыщ из Беларуси порочит честь и достоинство. В общем, каюсь, друзья. Как я был слеп, что не увидел абсолютного гения, желающего покорить человечество своей бескорыстностью. Ну что же, по требованию Слободяна АВ, я должен выполнить его последнюю волю, так как YouTube в настоящее время очень щепетильно относится к публикации оригиналов документов, даже фейковых. Я вам все это зачитаю. Да, хочу напомнить, что для нетерпежников есть опция на скорость два раза. Имейте в виду, что я это все буду зачитывать. Это будет повествование. Как видите, мне пришли два уведомления судебных повестки. Вот сама повестка, датированная на 05.11.2019. Адвокатское бюро линия права. Такой-то. Адрес такой-то. Такому-то. Сообщается, что 08.11.2019 года возбуждено гражданское дело по иску Слободяна АВ. К. Ко мне. О защите чести и достоинства и денежной компенсации морального вреда. Дополнительно сообщается, что рассмотрение дела назначено на 05.11.2019 года в таком-то суде, такого-то города. Ответчику предлагается то-то и то-то. Судья такая-то. Итак, суд такого-то района. Истец Слободян Андрей Владимирович. Гражданин Украины. В лице представителя по доверенности адвоката. Адвокатское бюро такого-то. Такой-то. Адрес такой-то. Ответчик. Исковое заявление о защите чести и достоинства морального вреда. Слободян Андрей Владимирович является гражданином Украины. В настоящее время занимается деятельностью, связанной с изучением и внедрением технологии без топливных генераторов. При этом он открыто осуществляет свою деятельность, имеет патенты на иные изобретения. На территории Республики Беларусь проживает ответчик, который, по всей видимости, не согласен с исследованиями ИССА, ввиду чего на постоянной основе публикует на своем канале «Монарх100 и Монарх», размещенном на видеохостинге таком-то, ролики оскорбительного содержания, не соответствующие действительности, порочащие честь и достоинство ИССА. В частности, на указанном канале размещены следующие видеоролики, снятые и озвученные ответчиками «Шок уклонов Тирхи», «Где продается вечный двигатель», «Утиматум Тирхи», «Из чего состоят сторонники», «Глобальная ферросфера». В указанных роликах ответчик, в том числе, обвиняет меня в совершении мошеннических действий, нелегальном нахождении на территории Южной Кореи, а также наносит оскорбление всеми возможными способами. Ниже приводится анализ приведенных видеороликов, которых распространяет несоответствующие действительности сведения, порочащие мою честь и достоинство. Слегка зачитаю. Два подельника по мошенничеству, «Гомодрилы», «Ничтожество», «Слободяна ждет решетка», «Слободян себе нарисовал», «Опущенные петухи», «Маразмы и циничные лжи», «Слободяновскому разводу мирового значения», «Банда аферистов», «Слободян создал ложный сайт по продаже пустышек», «На этих петушков лжец должен быть наказан», «Разоблачение мирового афериста Андрея», «В афере века и признаться в соучастии», «Все отношения с мировым аферистом», «Множество афер, в отличие от этих шарлатанов», «Подробно знаю, как он кидал корейцев», «Аферисты из горы», «Фейкодрочеров» «И его афером», «Соплежуем», «Промошенника нелегально находится в Корее», «Лохотронщика чувырла», «Интернет утырка», «И не ведитесь на этих уродов», «Не ведитесь». Указанные видеозаписи прилагаются в формате MP4 на диски формата CDR и могут быть распространены при помощи любого видео проигрывателя, содержащего формат MP4, в том числе при помощи проигрывателя Windows Media, как видно из приведенного анализа видеороликов размещенных. Последний фактически обвиняет Слободяна АВ в том, что он якобы проворачивает на постоянной основе некие аферы и путем обмана и злоупотребления доверием своих контрагентов иных лиц совершает хищение их денежных средств. Указанное называет разводом мирового значения аферой и в то же время называет ИСА Слободяна АВ мошенником, аферистом, поддельником и соучастником в мошенничестве и банде аферистов. Указанные сведения не соответствуют действительности, что очевидно известно. При этом унижает ИСА лично, поручит его доброе имя в глазах общества, то есть порочит честь и достоинство. Кроме того, ответчик на том же канале распространил сведения о том, что Слободян АВ нелегально находится в Южной Корее. Указанные сведения также не соответствуют действительности, что известно. При этом распространением таких сведений унизил честь в глазах иных граждан, поскольку фактически обвинил ИСА в нарушении действующего законодательства Южной Кореи, хотя таких нарушений ИСА не допускал. В соответствии с пунктом 1 статьи 153 такого-то гражданского кодекса гражданин вправе требовать по суду опровержения, порочащих его честь, достоинство или деловую репутацию, сведений, если распространивших такие сведения не доказывать, что они соответствуют действительности. Часть 1. Пункт 8. Постановление. О практике рассмотрения судами гражданских дел о защите чести, достоинства и деловой репутации. Далее по тексту постановления. Разъяснено, что порочащимися являются такие же соответствующие действительности сведения, которые умаляют честь, достоинство или деловую репутацию гражданина, либо деловую репутацию юридического лица. В общественном мнении или мнении отдельных граждан, юридических лиц с точки зрения соблюдения законов, норм морали, обычаев. Например, сведения о нечестности, невыполнении профессионального долга, недостойном поведении в трудовом коллективе, семье, сведения, порочащие производственно-хозяйственную и общественную деятельность и т.п. Под честью в самом общем смысле понимается моральная общественная оценка личности с нравственных позиций, присущих в идеале членам общества и основанная на этом самооценка человека. Под достоинство понимается самооценка человека, базирующаяся на принятых в общественно-социальных, моральных качествах, способностях и общественной значимости. Слободяновек честно занимается вопросами альтернативной энергетики. Каждый свой день посвящает тому, чтобы посредством развития нетипичных технологий без топливных генераторов сделать лучше и дешевле жизнь людей во всем мире через возможность использования каждым будущим фактически бесплатной энергии. Для указанных целей ИСТЕС проводит исследования честно и подробно рассказывает всему миру о своих разработках и успехах на своем сайте и на видеохостинге Ютуба. Миграционный законодатель Союзной Кореи ИСТЕС также никогда не нарушал. В то же время распространением несоответствующих действительности порочащих сведений ответчик стоит под сомнение соблюдение Слободянам АВ действующих законов и норм морали указывает на нечестность, чем умаляет честь и достоинство ИСТЕС. и порочить честь и достоинство ИСТЕС. В соответствии с положениями пункта 1 ст. 153 ИСТЕС требует опровержения таких сведений по суду. При этом публикации таких видеороликов указанным способом в силу разъяснений содержащихся в пункте 7 постановления Пленума номер 15 попадают под формальное определение распространения. Поскольку увидела такие ролики, что прямо следует из содержащейся на видеохостинге информации о просмотрах не менее чем 19 тысяч человек. Порядок опровержения несоответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство гражданина, регламентируется пунктом 2 ст. 153. При этом поскольку прямых норм о порядке опровержения распространенных посредством публикации видеороликов в сети интернет не имеется, то в силу части 3 пункта 2 ст. 153 порядок опровержения устанавливается судом. Пункт 15 и постановление Пленума номер 15 разъяснено, что при удовлетворении иска суд обязан в результативной части решения указать какие сведения признаются несоответствующими действительностями и порочащими честь, достоинство или деловую репутацию исца. А также способ их опровержения установить срок, в течение которого оно должно последовать. В необходимых случаях суд может изложить текст такого опровержения. По общему правилу сведения порочащие лицо должны опровергаться способом, наиболее близким к способу их распространения. Путем публикации печати, сообщения по радио, телевидению, замены документа, содержащего порочащие сведения, оглашения на собраниях граждан, трудового коллектива и т.п. Учитывая указанное положение постановления Пленума номер 15, полагаю, необходимо обязать ответчика опровергнуть несоответствующие действительности сведения путем опубликования на видеохостинге ютуба на канале Монарх100 соответствующего видеоролика с опровержением. При этом, поскольку несоответствующие действительности порочащие сведения повторяются в каждом ролике и являются сходными по своему содержанию, полагаем, необходимым изложить в решении текст опровержения. И я настоящим заявляю, что информация, распространенная мной на видеохостинге ютуба на канале Монарх100 и канале Монарх, в видеороликах под названием «Шоу», где продается ультиматум тирки, из чего состоят глобальные афера, об аферах Слободяна А.В. не соответствует действительности. Слободян Андреев Владимирович не является мошенником и или аферистом. Является законопослушным гражданином. Мне ничего не известно о каких-либо его противоправных действиях и ничего не известно о легальности его деятельности нахождения в Южной Корее. У меня нет сведений о том, что созданный им сайт является пустышкой либо иным способом использоваться для обмана третьих лиц. Кроме того, учитывая, что оспариваемые видеоролики находятся в сети интернет постоянно, то помимо опровержения несоответствующих действительности сведений о Слободяне А.В. в рамках способа защиты предоставлена ст. 153 и с учетом способа распространения сведений необходимо обязать также ответчика удалить эти ролики. В соответствии с пунктом 5 ст. 153 гражданин, в отношении которого распространены сведения, порочащие его честь, достоинство или деловую репутацию, праве, наряду с опровержением таких сведений, требовать возмещения убытков и морального вреда, причиненных их распространением. Согласно части 1 ст. 152, если гражданину причинен моральный вред, предполагает, физические или нравственные страдания, действиями, нарушающими его личные неимущественные права, либо посягающие на принадлежащие гражданину другие нематериальные блага, а также в иных случаях, предусмотренных законодательством, гражданин вправе требовать от нарушительно денежную компенсацию указанного вреда. В силу пункта 1 ст. 970, компенсация морального вреда осуществляется в денежной форме. Часть 1 пункта 20. Постановлением Пленума 15 разъяснено, что при определении размера компенсация морального вреда следует учитывать характер причиненных из-су нравственных страданий, которые оцениваются судом с учетом фактических обстоятельств, причинения морального вреда и индивидуальных особенностей ИСЦА. В связи с опубликацией несоответствующей действительности поручившихся честь и достоинства ИСЦА сведений, Слободяну АВ были причинены значительные нравственные и физические страдания. В частности, в результате распространения таких сведений, многие друзья и знакомые стали сомневаться в честности и добропорядочности ИСЦА, хотя он является законопослушным гражданином, честно и добросовестно исполняет все требования законодательства. В связи с указанными событиями Слободян АВ стал раздражительным, часто испытывает головные боли, нарушения сна, появилась необходимость употребления успокоительных средств, постоянно чувствует себя униженным, стало стыдно выходить на улицу, поскольку появился страх, что все люди вокруг видели видеоролики ответчика и сформировали негативное мнение. Думают, что Слободян АВ является обманщиком и аферистом, хотя это не соответствует действительности. В целом Слободян АВ является творческим человеком, изобретателем, что подтверждается имеющимися патентами, в связи с чем особенно остро переживает распространение ответчиком порочащих сведений ложного характера. При этом, естественно, давно занимается изучением альтернативной энергетики и имеет значительное число единомышленников. Однако, в настоящее время фактически лишается возможности заниматься любимым делом ввиду страха быть опороченным. Видеоролики с распространенным ответчиком, в которых содержатся несоответствующие действительности и порочащие честь и достоинство Слободяна АВ, посмотрело около двадцати тысяч человек. То есть, около двадцати тысяч человек потенциально считает и сообманщиком, и мошенником, что также причиняет невероятные моральные страдания истцу. Таким образом, в результате распространения ответчиком несоответствующих действительности сведений, порочащих честь и достоинство истца, Слободяну АВ был причинен моральный вред, денежное выражение, которое истец оценивает в сорок тысяч белорусских рублей. Указанный размер компенсации, очевидно, отвечает требованиям разумности и справедливости. На основании статьи 152, 153, 970, т.т.т.т.т.т.т.т.т.т. Прошу признать несоответствующими действительности не поручащие сведения достоинства истца Слободяна АВ сведения, содержащиеся в виде ролики под названием такой-то, а именно сведения соучастия в обмане и мошеннистей, обязать ответчика удалить такой ролик и так далее. Удалить, удалить. Обязать ответчика опровергнуть несоответствующей действительности и поручить честь достоинства истец Слободяна АВ сведения путем распространения видеороликов глобальной сети интернет на канале Монарх100 видеохостинга Ютуба следующего содержания. Я настоящим заявляю, что информация распространенная мной на видеохостинге Ютуба на канале Монарх100 и канал Монарх в видеороликах под названием шоу, где продается ультиматум, из чего состоит глобальная афера. Об аферах Слободян на АВ не соответствует действительности. Слободян Андрей Владимирович не является мошенником и или аферистом. Является законопослушным гражданином. Мне ничего не известно о каких-либо его противоправных действиях и ничего не известно о легальности его деятельности нахождения в Южной Корее. У меня нет сведений о том, что созданный им сайт является пустышкой, либо иным способом используется для обмана третьих лиц. Взыскать с ответчиком в пользу истца Слободяна АВ денежную компенсацию морального вреда, причиненного распространением несоответствующих действительности поручих честь и достоинство сведений в размере сорока тысяч белорусских рублей. Взыскать с ответчиком в пользу истца Слободяна Андрея Владимировича понесенные по делу судебные расходы, в том числе сумму уплаченной государственной пошлины, а также расходы по оплате юридической помощи. Приложение копия искового, копия патентов на тринадцати листах, скриншоты на двух листах, диск формата DVD-R, копия доверенности и перевода на восьми листах. Оригинал квитанции об оплате государственной пошлины. Представитель по доверенности адвокат такого-то бюро такой-то. 07 октября девятнадцатого года. 05 ноября 2019 года. Определение суд такой-то, судья такая-то, секретарь такая-то, с участием такого-то, ответчика такого-то, рассмотрел предварительное судебное заседание гражданское дело по иску Слободяна АВ к такому-то о защите чести и достоинства и взыскании денежной компенсации морального вреда. Установил в иске суд Слободян АВ просил признать несоответствующим действительности и так далее, признать, 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 обязать ответчика опровергнуть несоответствующие действительности и поручающие честь достоинства Слободяна АВ с сведением путем распространения видеороликов в глобальной сети интернет на канале Монарх 100 и видеохостника Ютуба. Взыскать в пользу Слободяна АВ денежную компенсацию морального вреда 40 тысяч рублей и так далее. В судебном заседании представитель ИСЦА Слободяна АВ, действующий по доверности адвокат, отказался от ИСЦА, просил прекратить производство по делу. Последствия отказа от ИСЦА представителю ИСЦА разъяснены. Принимаю во внимание, что отказом от ИСЦА не нарушается чьи-либо права и охраняемый законом интересы, и он не противоречит закону, руководствуясь таким-то статьям. Суд определил принять отказ от ИСЦА представителя ИСЦА Слободяна АВ, действующего по доверности адвоката такого-то, прекратить гражданское дело по ИСЦА Слободяна АВ к такому-то о защите чести и достоинства и взыскании денежной компенсации морального вреда. Определение может быть обжаловано и опротестовано в апелляционном порядке в судебную коллегию по гражданским делам через суд такого-то района, такого-то города. Пятнадцатидневный срок. Судья такая-то. Подпись, печать. Так что я вроде как покаялся, вроде как все признал. Сами видите, решение суда. Я вообще тут ни при чем. Так вот, что произошло? По какой-то причине вдруг Слободян отказался от всех притязаний ко мне, заплатил бешеные деньги адвокату, судебные пошлины, расходы на закрытие дела и так далее. Ну, сколько он там потерял, это его проблемы. Нечего было соваться в чужой огород. Факт то, что теперь вот таких бумажек он мне присылать больше никак не может, так как уже постановление суда есть. А на нет и суда нет. Поэтому я что угодно могу сейчас про него писать, что угодно на него валить, как угодно обзывать, и он на меня не может подать в суд. Так как уже все отклонено. Мало того, если вы помните, я делал ролик, который, кстати, забанили все-таки. Несколько раз я его устанавливал, но тем не менее его опять забанили. Это про некого плавюка, который поджиживает на Украине, и к которому Слободян ездил в прошлом году, чтобы хапнуть у него кое-какие патенты. Но у него ничего не вышло. Как результат, они там перессорились, переругались, и Слободян подал тоже на него в суд. Так как тот опубликовал у себя в интернете сведения, порочащие и оскорбляющие его беднягу. Я только могу сказать, что суд уже давно прошел. Он был в январе-феврале. Все там прекрасно прошло, и суд там тоже отказал. Посчитал, что все справедливо и правильно. А то, что происходило в это время, это было еще в прошлом году, в конце прошлого года. И представьте, какие у меня должны быть железобетонные нервы, что я только сегодня это вам демонстрирую. А ведь как мошенники и аферисты, вот типа того же Тирхи, и им подобные ждали решения суда, как меня засудят, как я Слободяну выплачу моральную компенсацию. Тем не менее, они с нетерпением это ждали. У меня где-то есть копии, где они там прям писали и пищали от удовольствия, когда же, когда же, наконец, меня осудят за порочащие сведения. Не осудили, мало того, отказались. А почему, я могу вам объяснить в следующих роликах. Здесь не буду. Могу только сказать, что за это время, когда вот я писал ролики, они удалялись по заявлениям того же Слободяна и Тирхи. Я их восстанавливал. И тем не менее, от Слободяна чего только не было. И угрозы, и шантаж, и попытка подкупа, правда, не напрямую. Опять же, мало того, брались заложники. Это уже уголовка. Ко мне подсылались посланцы. Прямо ко мне домой приходили люди, будем так говорить, от него. Представляете, тут такие дела. Тут уже я знаю, что на меня подали в суд. И тут мне стучатся в двери и говорят, что от Слободяна. Как вам такое? На какую уголовку это вообще тянет? И там и шантаж, и все остальное прочее. Это все было. И, вероятно, я, если не поленюсь или найду время, все это потихонечку раскрою. Планета Земля должна знать своих героев. Так что до скорой встречи.